Друзья, всем привет! С вами Олеся. Это видео будет о том, куда поехать отдохнуть из города Бари на один день в однодневную поездку. Сейчас многие приезжают в Апуле отдыхать на неделю, на две недели, на несколько дней. Прилетают люди в аэропорт Бари, и многие уже смотрели мои видео. Вы знаете, что из этого места, из Бари, вы можете пойти погулять по старому городу Бари, например. Сходить в базилику Сан Никола, где хранятся мощи Святого Николая. Можно еще занять один день тем, что сгонять в сказочный город Трули Альберо Белло. Или еще можно поехать в Матеру. Ну, а если у вас есть машина, то вы можете несколько дней ездить по пляжам и городкам вдоль берега Адриатики, Ионики, южнее Бари. Но если нет машины, то тоже не беда. Здесь у нас очень-очень хорошо работает общественный транспорт, поезд. Есть прекрасная линия от Бари на север, от Бари на юг. И вы можете без особых усилий очень легко и просто проехаться по очень интересным городам здесь вдоль Адриатики. Да, вы можете сгонять в Трани, Барлетту, Монополи, Полиньяно-Амары. Ну и другие не менее интересные места. У меня, кстати, есть много классных видео о пляжах красивых, о интересных городах Апули. Я оставлю плейлист в описании. Проходите, смотрите. Ну, когда уже съездили, посмотрели Альбера Белла и Матеру и Полиньяно-Амары, а время еще осталось, возникает вопрос. Куда же еще можно поехать из Бари так, чтобы вот с утра поехал и к вечеру вернулся? Что интересного там можно увидеть? Так вот, сегодня предложу вам маршрут из города Бари на один день, немножко на север. И поедем мы с вами в Гаргана. Это такой полуостров, шпора итальянского сапога. И это также изолированный горный массив в юго-восточной части Италии, в провинции Фоджа. И это все еще регион Апули и одно из интереснейших и красивейших мест Италии. В этот раз я ездила в Гаргана в мае 2024 года. И этой поездкой я повторила маршрут, по которому уже ездила год назад вместе с моим мужем и дочкой. То есть я отправилась с утра из Бари прямиком в Сан-Живани-Ротондо. А потом из Сан-Живани-Ротондо я поехала в Монте-Сант-Анджелу, и уже из Монте-Сант-Анджелу я вернулась в Бари. Но, что важно, что важно, ребят, на этот раз я была сама за рулем, а не мой муж. И надо сказать, что это была для меня сложная поездка, потому что часть пути по Гаргана, вот когда вы въезжаете и когда вы выезжаете из Гаргана, часть дороги проходит по горному серпантину. Боже мой, как же это красиво, когда ты едешь туда пассажиром, на кресле пассажира, и смотришь эти шикарные виды, горы, море внизу, все такое зеленое, голубое, невероятно. Ну, это очень красиво. Но, если ты за рулем, то насладиться видами не получится. Нужно быть предельно внимательным, сконцентрированным водителем и следить за дорогой. Кстати, вот в этой поездке на обратном пути из Монте-Сантанджело мы на этом горном серпантине столкнулись с автобусами не то паломников, не то каких-то групп туристических, которые шли по трекинг-маршруту в сопровождении автобусов. И это, ребят, была полная жесть. Мало того, что некоторые итальянские водители, они на этом серпантине как-то там что-то подрезают, где-то там гоняют быстрее, чем нужно, так еще и эти вот туристические группы. Там, получается, туристы сидели на обочине большими компаниями, выходили на проезжую часть серпантина, какие-то автобусы и машины занимали проезжую часть, занимали часть крутых спусков и резких поворотов. Короче, ребята, это был тот еще кошмар. Но, несмотря ни на что, я справилась. И я мысленно повесила себе за это на грудь очередную медальку за смелость. И теперь я знаю, что могу преодолеть этот путь в качестве водителя. И вообще я молодец. Вот так вот. В Сан-Живане Ротондо и Монте-Сантанджело можно поехать из Бари и на общественном транспорте. Но это не для слабонервных. Потому что сначала вам нужно добраться поездом до Фоджи. Ну, там прямой поезд идет, это как бы не проблема. А вот дальше начинаются сложности. Потому что надо искать автобусы, которые курсируют по полуострову. И где найти их расписание, я понятия не имею. В итоге с пересадками, со всеми этими итальянскими автобусами, дорога может занять не два часа, как вот на машине, как мы ехали, да, там что-то около двух часов, чуть меньше, чуть больше. А вы можете вот на общественном транспорте полдня добираться, несколько часов, там часов семь. И в итоге вам просто придется дополнительно в Гаргана заночевать. И поэтому никакой легкой поездочки на один день не получится. Если вы хотите ехать общественным транспортом, то планируйте провести в Гаргана несколько дней. Ну, заодно вы сможете заехать в Вьесты, Пескичи и посетить шикарные пляжи с ресторанами в Тарабуках между ними. Так что это тоже классный вариант. Итак, что посмотреть Сан-Живани Ротонду? Ребят, ну это, конечно же, в первую очередь, это огромный комплекс святилища святого стигматика Падре Пио, Сантуарио де Падре Пио. В прошлый приезд я это все уже видела. И вы знаете, в тот момент его мощи были выставлены в крипте в новой красивой церкви, посвященной Деве Марии. В эту поездку в мае 1924 года его тело было перенесено в церковь Падре Пио и выставлено в крипте в полукруглой нише за стеклом. Святилище Падре Пио – это огромный символичный комплекс. И в это место круглый год нескончаемым потоком едут паломники, они дарят свои подношения, деньги и молятся святому, обращаются к нему со своими просьбами. В основном люди, конечно, просят здоровья у него. И здесь, рядом с этим святилищем, находятся известные на всю Италию комплексы для онкобольных. Вот такая вот ситуация. Ребят, у меня было уже более подробное видео из этого места, вот из прошлой поездки. Я обязательно оставлю внизу в описании ссылку, так что проходите и смотрите. Друзья, мы находимся с вами в Сантуарио Падре Пио. Это Италия, Аполлия. И я нахожусь сейчас в церкви святого Падре Пио из Петричины. В нижней ее части стены украшены мозаиками. А в самом главном помещении нижней церкви находится вот такой саркофаг со стеклянным окном, в котором видно тело святого Падре Пио. Сегодня будний день. Понедельник, тем не менее, видите, что много людей. Раннее утро, но уже много людей, которые приехали поклонить святому Падре Пио. Все помещение сделано мозаикой, видите, потолки. Золотая, серебряная мозаика, цветная мозаика. Все это очень красиво. Эта церковь была построена на пожертвование паломников, которые приезжали молиться святому Падре Пио из Петричины. Здесь есть помещение, в котором можно заказать мессу, чтобы помолились здесь за вас. Написать записки. А после Сан-Джувани-Ротондо мы отправились в Монте-Сант-Анджело. Это место не менее важное и не менее символичное для христиан. И сюда тоже круглый год нескончаемым потоком едут паломники. Потому что именно здесь, в Монте-Сант-Анджело, находится базилика-сантуарио Сан-Микеле Арканджело. То есть базилика святого архангела Михаила. И находится она в горе, в пещере, в гроте. И чтобы туда попасть, нужно пройти через этот красивый барочный фасад и потом долго спускаться по ступенькам в чрево горы, где находится то самое святое место, в которое, по преданию, целых четыре раза являлся сам архангел Михаил. Я тоже снимала видео из Монте-Сант-Анджело. Проходите, смотрите. Оставлю ссылку внизу. Посмотрите ради захватывающих дух видов, которые открываются из башен старинного замка в этом городе. Кстати, вход в замок стоил копейки, евро два. Но они сто раз окупаются одними только видами на старый город с каскадом белых домиков, с оранжевыми черепичными крышами, с видами моря и горной цепи, усеянной зелеными лесами и полями. Это очень красиво. Если вы будете в Монте-Сант-Анджело, обязательно сходите в этот замок. А там еще, кроме видов, еще и музей есть. Так что двойная польза. Мы зашли в лавочку в Монте-Сант-Анджело. В прошлый раз мы здесь купили много вкусных сыров. Много-много вкусного. Так что я зашла сейчас тоже за сыром и за лимоветтом. Типично. Лимоливо они его называют. Это такой ликер, горькая настойка, которая сделана на основе лимона и оливкового листа. Вкусная. Так что я взяла бутылочку там с мужем. Ну и остальные местные типичные продукты. Много вкусного, ребят. Именно здесь должно было быть видео прекрасного вкусного обеда. Как мы круто пообедали морепродуктами, как только приехали в Монте-Сант-Анджело. Но повар в этом ресторане, в котором мы пошли есть. Нам его, кстати, посоветовали там местные люди. В общем, повар этот так перепалил нам наши креветки и нашу рыбу, что это был не гриль, а угольки какие-то. Поэтому, ребят, я даже не буду ресторан-то упоминать, чтобы вы по моей вине в него случайно не зашли. Потому что это жесть, а не ресторан. Еда была невкусная, морепродукты испорчены. В общем, не рекомендую. Кстати, каждый раз приезжаю в интересные города Апулии и вообще Италии. Я стараюсь пойти по другому маршруту. Не по тем улицам, на которых я уже была в прошлый раз, а куда-нибудь свернуть в другое место. А еще лучше заблудиться где-нибудь в старом городе, потому что именно так я нахожу самые невероятные, самые интересные достопримечательности, какие-то интересные для меня дома или знакомлюсь с местными людьми. Поэтому в этот раз, приехав в Монте-Сантанджело, я сделала то же самое. Мы с девчонками не пошли сразу в старый город, не пошли в замок, как мы это сделали в прошлый раз с моим мужем, а свернули в противоположную от парковки сторону. И смотрите, благодаря этому мы попали на этот потрясающий бельведер, потрясающую обзорную площадку. Это такой мини-парк. Здесь можно пройти по променаду, полюбоваться на коров каких-то, которые где-то внизу щиплют травку на склоне. Посмотреть на море, на пляжи, на города, которые раскинулись у подножия горы. И кроме этого увидеть старый город Монте-Сантанджело немножко с другой стороны. Именно с этой площадки открывается потрясающий вид на знаменитый каскад белых домиков с оранжевыми крышами, которыми знаменит этот город Монте-Сантанджело. В замок я в этот раз не пошла, а зря. Как я уже сказала, всем обязательно рекомендую в него сходить. Хотя бы только ради того, чтобы подняться на башне и полюбоваться на окрестности. Ну, я нагулялась, находилась. Я была за рулем, поэтому подустала в этот раз и уже решила не ходить внутрь в замок. Решила посидеть в тенечке, подождать подружек. Присела я возле круглой башни отдохнуть. Долго я ехала за рулем по этому горному серпантину. Мы гуляли по затерянному в горах старому городу, где улочки идут то вверх, то вниз. Я устала. Ну и сидела, отдыхала, пила водичку. И случилась такая вот история. Подошли двое пожилых итальянцев к этому же дереву, встали у него в тени, спрятались от солнца палящего и обсуждали туристические группы, которые выходили из автобусов и гуськом-гуськом направлялись вниз к базилике в гроте. Итальянцы спорили. Вот сейчас все паломники едут к Падре Пио, в Сан-Живане Ротондо. А сюда так, остатки добираются. А второй ему отвечает, да ты что? Да кто такой Падре Пио? Сто лет назад про него никто и не слышал. Это все новое, новье. А вот сюда, в Монте-Сантанджело, в пещеру Архангела Михаила, паломники больше тысячи лет едут. Я слушала их спор и улыбалась про себя, потому что вот как раз сегодня за эту поездку я успела побывать в обоих местах. И в святилище Падре Пио из Петричины, в Сан-Живане Ротондо, и в святилище Архангела Михаила в Монте-Сантанджело. А мужчины тем временем продолжали беседу. «Ведь тут все святое. Я местный, я вот тут родился и вырос», рассказывал второй мужчина. «Мне уже сто лет скоро, а гора Архангела Михаила святая. Я вот камни из этого крота размалывал в муку, в воде разбалтывал и пил. Я никогда ничем не болел». На этих словах я вот не выдержала и просто повернулась к этим мужчинам. Этот вот, который пил камни, он был такой невысокий, пожилой, седой. Ну, на сто лет он, конечно, никак не тянул. Ну, такой подвижный, здоровый, в морщинах. Я бы дала ему до 80. А вот его собеседник выглядел постарше. Вот этот вот мужчина, который говорил, что ему скоро сто лет, он продолжал говорить. «Вот, но только надо пить не те камни, которые в сувенирных лавках на улице продают. Это все ерунда. Нужны те, которые можно купить в церковной лавке при церкви Архангела Михаила в Гроте». Вот такая вот ценная информация, видите? На что собеседник ему ответил. «Ну, ты даешь, 100 лет скоро такой молодой». «Да мне 70, я уже ходить почти не могу». Он был немножко полнее, с костылями, и вот не мог долго стоять, поэтому тоже присел вот недалеко от меня. И вот они обсуждали эти камни с церковной лавки. Ребят, видела эти камни в этой самой лавке. Смотрите, мы находимся в сувенирном магазине в лавке возле базилики Архангела Михаила в Монте-Сантанджело. И здесь можно купить фрагменты, каменные кусочки камня из этой пещеры. Видите, такие вот малюсенькие. И носить с собой. Вот, 6 евро одна штучка. Девчонки, которые со мной приехали, они были католички. Они себе вот эти вот камушки купили. Одна говорит, я вот это вот себе буду носить, да. Другая говорит, а я вот это вот маме подарю, там, бабе, та-та-та. Они, в общем, себе этих камней накупляли. А я себе не купила, не догадалась. Я не знала, что за камни, для чего они нужны. Но вот послушав этих мужчин, я вот решила, что мне, наверное, тоже такие камушки очень нужны. И я, когда в следующий раз поеду в Монте-Сан-Танджело, то обязательно, обязательно их себе куплю. Потом этот мужчина, который утверждал, что ему скоро 100 лет, он подошел ко мне и тоже вот это все мне рассказывал, доказывал и показывал. Говорил, смотри, вот это вот, можно эти камни растолкать и водички пить. Я вот столько это пил, все детство пил. Я полгоры там это и выпил. Со мной ничего не стало. Я только ничем не болел. Короче, все было классно. В общем, вот такая вот история, девчонки, из поездки в Монте-Сан-Танджело. У моих внимательных зрителей, возник вопрос, а что же в этом поселении с водоснабжением и канализацией? И, как всегда, ребята, это вопрос в точку. Сейчас, конечно же, все эти улицы, все эти здания оборудованы водопроводом, канализацией, электричеством. Однако раньше, на заре строительства этого города, всего этого, конечно же, не было. Исторический центр Монте-Сан-Танджело, это тот самый район Джуна с каскадом белых домиков, возник как стихийное поселение вокруг святилища Архангела Михаила. Чаще всего это однокомнатные здания со скатной черепичной крышей, примыкающей друг к другу. Кажется, что улицы лишены какого-то умысла и продуманной планировки, они просто строились в соответствии с рельефом и с какими-то другими ситуативными факторами. Путешествуя по Италии, я давно подметила, что во многих старых городах, построенных на твердом скальном грунте вдали от рек, вдали от озер, под каждым домом устроена емкость, каменная цистерна, в которую по желобам и по каналам собирали драгоценную дождевую воду. И поэтому в каждом дворе, или даже в самом доме, в пещере, в которой сделан этот дом, устроен колодец, который позволял доставать воду из такой цистерны. Подобное устройство, такое вот водоснабжение старинное, я уже показывала вам в видео из Альбера Белла, видео из Матеры, из Чивита Дибанью Рейджо и из других мест Италии. И то же самое мы можем увидеть и здесь, в историческом центре Монте-Сантанджело. Практически каждый дом оборудован цистерной, выбитой в камне и маленьким колодцем. Так и было устроено старинное водоснабжение в этом горном поселении, в самом высоком поселении над уровнем моря во всей Апулии. Такой вот влог у меня получился. Я надеюсь, что вам было интересно. Если это так, ставьте, пожалуйста, мне лайки, подписывайтесь на канал, и мы с вами увидимся очень-очень скоро в следующем видео. Чао-чао, а тут и всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok